Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о городе Ковентри, в который мы с друзьями ездили в мае 2014 года. Это была наша первая совместная поездка с Лёшей из Литвы и с Жаном из Латвии, с которыми я недавно познакомилась и подружилась, и которые, так же как и я, увлекались путешествиями и стали моими попутчиками в путешествиях по английским городам. В назначенный день мы запланировали поездку, купили билеты на автобус, кажется, это был мегабас, но я всегда путешествовала и путешествую самым дешевым видом транспорта для того, чтобы экономить. И мы все вместе встретились на вокзале Виктория, сели в автобус и поехали. Жан, кстати, еще взял с собой свою маму и подружку мамы, но они отдельно от нас гуляли. И, в принципе, всем поездка очень понравилась, но самым главным разочарованием было то, что когда мы приехали в Ковентри, остановка мегабаса оказалась под городом, и нам пришлось топать еще до центра Ковентри около 40-50 минут пешком. Тем не менее, несмотря на то, что от Лондона до Ковентри пришлось ехать где-то 2,5-3 часа, плюс еще около часа топать пешком до центра города и точно так же 4 часа тратить на поездку обратно. Мы провели незначительное время в самом городе, но город мне очень понравился. Это из тех городов, которые я называю атмосферные, то есть там действительно есть что посмотреть, чем насладиться и восхититься. Это, так скажем, старинный город в 153 километрах от Лондона на северо-запад, который находится, в принципе, в 30 километрах от города Бирмингем, о котором я вам уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. Город Ковентри находится на востоке английского графства West Midlands и образует особый район со статусом сити, сити оф Ковентри. И из всех городов Англии он находится дальше всех от побережья. Он известен своей фабричной промышленностью, особенно шляпными фабриками. Также здесь имеются фабрики часов, велосипедов, швейных машин, ковров, лент и кружев. Город всегда отличался своими торжественными процессиями. Он был упомянут в поэме Теннисона «Леди Гадива», о которой я буду чуть-чуть попозже рассказывать. В честь нее здесь три раза в год устраиваются праздники. Ковентри – девятый по числу жителей город в Англии и одиннадцатый в Великобритании. Здесь проживало на 2011 год 317 тысяч человек. Он также является вторым городом по числу жителей после Бирмингема, несмотря на то, что Нотингем и Лестер больше по площади. Хотя город и является очень большим по численности населения, он не входит в список главных городов Великобритании, так как расположен в непосредственной близости с Бирмингемом. Пожалуй, главной и моей любимой достопримечательностью города Ковентри является собор Святого Михаила, выполненный в легком готическом стиле, разрушенный во время налета немецкой авиации во Вторую мировую войну. От собора уцелели только внешние стены и шпиль. На момент бомбардировки это был третий по высоте шпиль в Британии. А новый собор, который был открыт в 1962 году, находится неподалеку от руин Старо. И вот как раз внутрь этих руин мы попали, и мне очень понравилась вот эта вот атмосфера. Что-то такое средневековое под открытым небом, и ты там ходишь и насыщаешься вот этой вот культурой и архитектурой готического стиля. Помимо этого, так как я увлекаюсь архитектурой, мне очень понравилась такая конструкция современного моста и вообще вся центральная площадь города Ковентри. Мост был выполнен какими-то синими панельками, такой с прозрачным стеклом. Я там по нему даже погуляла, попросила Лешу меня пофотографировать. Площадь Ковентри мне очень понравилась. Ну и помимо этого, как раз на этой площади и находится главный вход в музей города Ковентри. В музее мы узнали об одной легенде про леди Гадиву. Помните, я рассказывала, что есть такой шоколад Гадива? Так вот этот шоколад назван в честь этой графини. Она была женой Эрла, то есть графа, Мерсии Леофрика, который жил с 1980 по 1057 год. Именно она в протест своему мужу, который необоснованно повысил налоги для своих подданных, проехала обнаженной по улицам города Ковентри. Согласно легенде, подданные графа страдали от непомерных налогов. И Гадива упрашивала своего мужа снизить налоговый гнет. Однажды на очередном Перу, будучи сильно пьяным, Леофрик пообещал снизить налоги, если леди Гадива проедет по городу обнаженной. Он был уверен, что это условие будет абсолютно неприемлемым для нее. Однако Гадива поставила свой народ выше собственной стыдливости и пошла на этот шаг 10 июля 1040 года. Она проехала верхом на лошади, полностью обнаженной. Жители города, любившие свою покровительницу и уважавшие ее за доброту, были предупреждены заранее и в назначенное время выполнили ее просьбу. Закрыли ставни и двери своих домов. Никто не вышел на улицу, поэтому никто и не видел прекрасную обнаженную всадницу. Граф был поражен самоотверженностью своей жены и сдержал слово, снизив налоги. Так, в этом музее есть картина, также скульптура обнаженной леди Гадивы на коне. И благодаря этим вот артефактам мы прочитали эту легенду, эту историю и узнали что-то новенькое о городе Ковентри. А также в городе Ковентри находится штаб-квартира компании Jaguar Land Rover, представляющая производство этих автомобилей. В музее транспорта находится огромная коллекция английских автомобилей. Среди самых интересных экспонатов два автомобиля-рекордсмена по скорости. Thrust S.S.C. в 1997 году стал первым автомобилем, превысившим скорость звука. Музей был существенно обновлен в 2004 году. В рамках реконструкции здесь был построен новый эффектный вход. В городе также есть картина-галерея и музей авиации. После посещения собора и двух музеев мы прогулялись по площади и уже направились обратно к автобусу ехать домой. Так как путь до автобуса составлял около часа, нам надо было прийти туда заранее и еще около трех часов ехать в Лондон. Вот так вот и закончилось наше путешествие в город Ковентри. Очень красивый, насыщенный культурой и традициями город. Я рекомендую тем, кто живет в Англии или тем, кто едет туда в качестве туриста, посетить этот город в ближайшее время. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!